На первых этапах переселенцы нуждались в куда большей помощи, чем сейчас. Однако до сих пор получают поддержку от небезразличных одесситов и волонтёрских организаций. По словам последних, это начинает превращаться в медвежью услугу. Благотворительной помощи стало настолько много в этих санаториях, что из-за неё начинают в прямом смысле слова чуть ли не драться. А по факту она уже не есть нужной. Олег Дрюма подчеркнул, что речь идёт исключительно о людях, проживающих в санаториях. Они не платят за питание и проживание, следовательно, и тратиться приходится значительно меньше. Такое поведение волонтёры частично связывают с психологическим аспектом. Не все оправились от шока. Несколько у них состояние, похожее на детское, безответственное, потому что они не чувствуют себя включённым в социум и не чувствуют, что могут влиять на какие-то события в своей жизни. В связи с этим Европейская ассоциация инвалидов решила не оказывать гуманитарную помощь, как она делала это раньше. Сейчас организация переходит на оказание помощи адресной, но только тем семьям, которые в этом, по мнению волонтёров, реально нуждаются. Сила Заня, Евгений Чменцев, Думская ТВ.